13 мая 2019 года В СМИ появились такие заголовки «Помощник московского прокурора погиб во время интимных игр». Я пока ничего не комментирую. Нет, я не могу это комментировать. Давайте вместе будем комментировать такое вот. Я не могу сказать даже похабщину. Это, знаете, галлопирующая шизофрения. В Москве 23-летний помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов погиб во время сексуальных утер. Он был найден мертвым 9 мая в съемной квартире. На его теле виднелись ушибы и кровоподтеки. Руки мужчины были в наручниках. Во рту находился кляп. Вот удовольствие. Какое сексуальное, да? Наручники, кляп. Во время осмотра оперативники нашли атрибутику для игр в стиле БДСМ. По первоначальной версии, Некрасов переоценил свои силы и задохнулся. По другим данным, к смерти Дмитрия привела неосторожность его друга, тоже сотрудника столичной прокуратуры. Если версия об его участии подтвердится, ему придется нести ответственность за непредумышленное убийство, пишет московский комсомолец. Ну как прекрасно! Убил человека, и вот тебе непредумышленное убийство, потому что он прокурор. А если бы другой убил, ну тогда бы пришлось за убийство нести наказание. А здесь непредумышленное убийство. Потому что прокурор, видите, как развлекаются наши прокуроры. А потом приходят в суд и судят вас. Вот эти самые прокуроры, которые развлекаются так, друг с другом. А с кем еще развлекаться? Они и помощников себе назначают, молодых мальчишек, которых можно, знаете, в позе раком туда-сюда, как угодно иметь. И видите, наручники, кляп во рту. Это умышленное убийство, а не предумышленное. Когда он убивал, он, наверное, понимал, что он убивает. Но он наслаждался своей силой над тем, кто ниже его, кого он взял себе в помощники. Взял для того, чтобы сексуально с ним наслаждаться. Но убил одного, завтра возьмет другого. Потому что это же непредумышленное убийство. Поэтому и другой тоже так же будет растерзан с кляпом во рту. Как противно, друзья. В какой такой нереальной реальности мы с вами живем. И сколько же это еще будет продолжаться насмешка над народом. Судьи кто? Скажите, а судьи кто? А судьи больные. На голову люди, шизофреники. Галопирующая шизофрения скачет по рядам властных чиновников. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан.